Друзья, всем привет! Сегодня я приехал на диагностику крыши. Сейчас я нахожусь с заказчиком на доме. Кирпичный дом из кирпича, да, сделан? Да. Из дужки. Вот так вот посмотреть. Кирпичная дужка. Вот здесь вот есть односкатная мансардная крыша и вот заказчик обнаружил некие косяки. Сейчас вот как раз по этим косякам мы с ним общаемся. Что-то скажете в двух словах? Ну, некие косяки. Это конкретно появился конденсат, да, между утеплителем и парой с изоляционной пленкой. Вот. Основной косяк такой. То есть, ну и вследствие, получается, намокло, намок утеплитель и появился грибок на стропилах. Вот по поводу грибка, да, пока раз об этом говорил. Вопрос такой. Насколько вот это сейчас серьёзная ситуация, да, с его наличием? Ну, вот это небольшой грибок. Это, в принципе, не критично. Небольшой, да. А вот если вот здесь вот посмотреть, да, вот это что? Ну, смотрите, вообще, в целом, да, можно взять специальные средства, бывает на спирту, бывает на растворителях, которые могут очищать вот этот вот грибок. Теоретически, в принципе, это не очень длинная такая работа. То есть, очищать это, в смысле, прямо просто затереть или отбелить, да, чтобы... Не, отбеляется, потому что с кисточкой он выбеляется. То есть, очистить, да, конкретно белого цвета. Да, 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 он становится белым цветом. Понятно. Да, вот пароизоляционная пленка, которая была на крыше полностью, да, везде содрала? Да, да. Сейчас строители план такой, снять пленку, наклеить новую пару изоляцию, вот, и из их слов, якобы, больше ничего не будет происходить. Не, ну, на самом деле, вот смотрите, если посмотреть вот на эту пленку, сейчас вот камеру чуть повыше сделаю, вот эта вот пленка, она паронепроницаемая. То есть, ну, сама система кровельного пирога сделана неправильно, потому что теплитель подходит вплотную к этой пленке. Так как она пар не пропускает, вот, в любом случае, в конструкцию кровли будет попадать какое-то количество пара. Соответственно, вот эта вот пленка верхняя, она должна его выпускать. Вот. Но вот эту конкретно пленку выпускать этот пар не будет. Соответственно, у вас, грубо говоря, с двух сторон пароизоляционная пленка. Когда вы начнете вообще нормально эксплуатировать этот дом, то вот эта вот стропильная система, она очень сильно зацветет. Поэтому у вас есть два варианта. Либо переделать крышу и, грубо говоря, поменять эту пленку на более правильную. Либо вариант номер два. Сделать между вот этим утеплителем и вот этой пленкой зазор 5 сантиметров. Дальше вы поперек нашиваете брусок. 50 на 50 добавляете 5 сантиметров. И еще вот так вот 50 на 50 брусок. Еще 5 сантиметров добавляете, чтобы у вас в общей сложности было 25 сантиметров. А там, вот в этом зазоре, у вас будет ходить воздух. Потому что будет какой процесс? Грубо говоря, даже как бы вы там идеально пароизоляционную пленку не делали, все равно пар будет попадать в конструкцию. Примерно, если это все сделано идеально, то на один квадратный метр попадает 20 грамм паров вот этих вот. Они будут конденсировать на вот этой гидроизоляционной пленке. И за счет того, что у вас будет ходить воздух сквозняком, он будет это все дело обдувать. Сейчас у вас, грубо там, 20 сантиметров. То есть, смотрите, мы сейчас сюда должны сделать пятнашку, да? Да. То есть, утеплитель. Потом какую-то контур обрешетку, да? Да. Еще 5 сантиметров, да? Вот так вот, да? 5 сантиметров, да? И сверху еще десятка утеплителя. Вы добавляете 5 сантиметров? Да. Вот так вот, да? Добавляете 5 сантиметров утеплителя. Ага. Потом поперек еще, добавляете еще брусок 50 на 50. Ага. И добавляете еще 5 сантиметров утеплителя. У вас в общей сложности получится в каркасе 15. Ага. И дополнительное контур утепления еще 10. Если 10 плюс 15, у вас получается 25 сантиметров. 25 сантиметров для Москвы и Московской области это нормально. Это, мне кажется, даже больше, чем под СНИПом 20 сантиметров. Просто верхний слой из того, что у вас будет ходить там воздух, по факту... Он будет терять, да? Да. Ну, в утеплителе будет ходить воздух, и конструкция будет чуть-чуть менее энергоэффективна. А вот еще вопрос такой. Мне, как бы, мои строители немножко делают меня неправым, и говорят так, что конденсат появился вследствие того, что в процессе стройки я отказался от вент-шахт таких кирпичных, вот, а новую вентиляцию никакую не предусмотрел, да? То есть, и они... Мне говорят, что наступил летний период, там, днем жарко, ночью холодно, и поэтому стал... Жару некуда уходить, и начал образовываться на потолке конденсат. Не-не-не, у вас же конденсат образовался между пароизоляционной пленкой и утеплителем. То есть, он туда, в принципе, как бы не должен попадать же, да, получается? Какой-то не попадает, да. То есть... То есть, это, ну, как бы ошибка. Ну, вот, разобрали, видно, что здесь у вас пленка неправильная. Вот это видно. Поэтому сто процентов... Вентиляция, она, конечно, в доме нужна, но она больше нужна для других задач. То есть, к кровельному пирогу это отношение имеет, ну, совсем маленькое. Но, в данном случае, к той ошибке, которая у вас, это отношение вообще никакого не имеет. Вентиляционная шахта и конденсат между пароизоляционной пленкой и утеплителем. Это вообще, ну, как бы неправильно. Тем более, у вас окна были открыты, правильно? Были открыты форточки, да. Они, в принципе, не закрывались полгода. Даже вот с учетом открытых форточек так все и произошло. Вот. А правильно я еще понимаю, что, в принципе, эту пленку использовать можно, но можно ее использовать на неотапливаемых крышах, да? Да, да, да. Можно использовать эту пленку на холодных чердаках. То есть, ее задача просто собирать конденсат и отводить. Когда холодный чердак, да, ее задача просто собирать конденсат и отводить. В данном случае надо использовать более правильно современные пленки, диффузионные мембраны, которые являются паропроницаемыми такими пленками. Когда в конструкцию попадает пар, вот в кровлю, да, они выпускают. То есть, они, вернее, не препятствуют выходу пара. Это очень важно. Нельзя сделать идеально пароизоляционную пленку. То есть, в любом случае, какое-то количество пара туда будет попадать. Потому что любой материал, он паропроницаемый. То есть, абсолютно пара непроницаемость, как вот, когда я учился в институте пластиного дома, нам говорили, это SD 1500. Хорошая немецкая пароизоляционная пленка, которая там стоит, ну, рулон, там, 14 тысяч рублей, у нее SD 150. То есть, она, по сути, своей не дотягивает до абсолютной пароизоляции в 10 раз. Даже если ты ее суперидеально сделала. Еще вопрос, еще такой, а в крыше как-то надо дополнительно монтировать какие-то грибки именно, чтобы подкрышное пространство... Если вы пойдете по такому пути, что вы делаете, грубо говоря, вентилируемый зазор между утеплителем и пленкой, нужно будет в карнизном свете сделать приток воздуха, чтобы туда воздух попадал. Так. И в коньке, вот там, с этой стороны, нужно будет сделать, ну, тоже столько с улицы, чтобы этот воздух выходил. Ага. Чтобы была постоянная циркуляция воздуха. Потому что на пленке будет образовываться конденсат. Если будет ходить сквозняк, грубо говоря, то этот конденсат будет сушиться, проблем никаких не будет. Ну, я думаю, конечно... Чертежи, чертежи я вам скину. Я думаю, конечно же, мы пойдем по такому пути, потому что если менять саму пленку, то это... Это надо кровлю менять. Это будет кровля, да. А кровля тут самое дорогое, на самом деле. Такое, да, утеплительное? Слушайте, надо посмотреть по... Это десятка, да. Это даже не такой. Это они вот уже привезли, вот сейчас во время своих вот работ по удалению пары из зеленой пленкой. То есть, мы, видимо, хотят дальше его использовать. Но они не такой... Там пятерка у вас. Да, там пятерка. Вот такой, в принципе, так... Вот еще пара из зеленой. Нам и нужен был бы. Ну, мурлат они тоже не утеплили. И использование, конечно, для прикручивания мурлаты проволок, это уже такие более... А насколько вот это критично, да? То есть, там, ни анкера, ничего. То есть, на... Нет, это рабочий момент. Насколько это хорошая, скажем так, ураганная защита, да? Это технически хорошее решение. Но единственное, оно такое чуть-чуть... Старомодное. Старомодное, да, сейчас. Если они, например, строят дом, грубо говоря, но они армопояс, видите, не использовали, у них идет это... И вот, да, и вот момент... Насколько плохо, что они не пролили, да? То есть... Это надо рассчитывать. Это должен... Ну, надо брать проект, чтобы конструктор просчитывал, правильно ошибка это является или нет. Потому что мы можем предполагать о том, что, допустим, это ошибка, да, но, может быть, человек просчитал и по нагрузкам это все удерживает. Поэтому они, собственно говоря, и проволоку используют. Мои знакомые, которые строят дома из газобетона, они всегда делают армированный пояс. И в этот армированный пояс они сразу шпильки заливают, и потом брус 150 на 150 прикручивают его динамометрическим ключом. Ну, я вот уже теперь тоже, когда начал разбираться, я и к соседям начал ходить, смотрел, и, в принципе, почти все так и делают. А тут, получается, доверился, да, то есть компания, а она вот немножко своим путем идет, не так, как все. Ну, они старым путем. Ну... По крыше, ну, как бы, конечно, то, что они используют диффузионную мембрану, это такой, блин, уже косячок, можно сказать. То есть в голове у них, ну, если сидит такая информация, это, блин, это очень печально. Не, ну, ее использовать можно, но тоже надо при этом соблюдать определенные технологии. Ну, это все равно, понимаете, даже если делать два вензазора, то есть один вензазор между пленкой и кровлей, второй вензазор между пленкой и утеплителем, это все равно, ну, это, блин, не знаю, ну, в 70-е годы это было прикольно. Но сейчас, как бы, 2021 год, использовать нужно только диффузионную, диффузионную мембрану. У немцев, смотрите, сейчас, вот, грубо говоря, есть шесть классов подкровельных пленок. Там, то есть очень много вот этих пленок. Есть пленка, которую ты паяешь специальным растворителем. У меня ролик недавно выходил, называется «Дельта-Лептина». То есть они вообще, ну, то есть очень надежная пленка, по сути, являющаяся кровлей. То есть разные задачи, для этого используются разные материалы. Вот, и всегда используется, если это мансардного типа кровли, всегда используются только паропроницаемые пленки. То есть это уже, ну, как бы, не использовать эту пленку, это мувитон. Окей, ладно, еще вопрос. Параизоляция реально сырая, да, вот сейчас вот залезть, вот она здесь будет даже сырая, да. Насколько стоит надеяться, что она высохнет? Высохнет. Высохнет. Да, смотрите, если делать все правильно, даже если утеплитель будет, ну, набирать какую-то влагу, то он теряет свои свойства, только если он теряет свою форму. Если утеплитель свою форму не потерял, и там есть влага, то он высохнет. Ну, а как понять формой, да, то есть это, то есть, его жесткой фиксации между стропилами? Нет, нет, ну, вы снимаете плиту визуально, можно понять, нормально он или нет. Когда он становится совсем рыхлый, как бы, я не знаю. Рыхлый, провисает, да. Провисает, да. То есть, видно, что утеплитель, ну, как бы, форму не потерял свою. Ну, дай бог. Просто его нужно перебрать, единственное, плохо то, что он пятерка, да, его изнутри очень сложно будет туда закидывать. Как бы сказать, на контур, контур утепления будем его использовать. Да, да. Понятно. А туда пятнашку, значит. Ну, это в идеале, если вы купите 15 сантиметров, сразу вы поймёте, когда ты вставляешь в каркас утеплитель толщиной 15 сантиметров, он стоит там идеально вообще. Потому что, ну, вот если взять плиту, пойдёмте посмотрим. Вот тут уже есть у вас кусок утеплителя. Вот. Вот эта плита, видите, у неё 5 сантиметров. И когда ты вставляешь 5 сантиметров в каркас, они стоят не очень хорошо. Если взять вот этот утеплитель, ну, понятно, он монолитный, что, ну, ну, как кирпич. Да. Вот десятку вставить, увидите, у неё ширина плиты, ширина плиты больше, и, понятное дело, что она в каркасе будет намного лучше держаться. Так, такой и форма-то, ну, ему тяжелее и форму потерять, соответственно, он долговечнее. Да, а если взять 15 сантиметров, то он вообще будет стоять там идеально. Ну, да. А есть у этого производителя такая же, что же, пятнашка, да? То есть, а так вы как оцениваете, как утеплитель? Да, нормальный утеплитель. Есть плюс и минус у всех строительных материалов. Вопрос тут не в этом, не в материале, вопрос в системе. Если система работает, то, значит, материалы хорошие. Если система не работает, материалы плохие. С помощью этого утеплителя тоже можно сделать качественную конструкцию. Просто нужно соблюдать определенные правила. И все, проблем не будет. Здесь вот проблема вашей крыши в том, что сверху используется неправильная пленка. То есть, нету зазора между утеплителем и пленкой. Ну, и вообще, использовать такие пленки, это, блин, я считаю, ну, это пипец. К сожалению. Ну, я не знаю, машину бензиновую залить дизель. Но для меня это вот такие вот сравнения. То есть, сейчас вот если ты делаешь мансардного типа крышу, используя только диффузионные мембраны. И все. И желательно, ну, как более качественные, более долговечные. Потому что у них много разных задач. Помимо того, что она должна там пар пропускать, она должна выдерживать стабильность к ультрафиолету. То есть, если она на солнышке постояла, она там, когда ты ее закрываешь гибкой черепицей, например, или металлочерепица, она не должна разрушаться. У немцев, например, есть пленка, если используется металлическая кровля, металл сильно нагревается, у меня там температура где-то 100 градусов нагрева в жару, то наносит специальный слой, который выдерживает такое давление температурное. Специальный вид пленок для металлических крыш от нагрева. А у нас в России используется по одному пути сколько, блин... А, кстати, тоже это пленка для металлических крыш. В описании так написано. Ну, это у нас. Ну, у них там в описании также написано, что должна быть двойная вентиляция. Ну, вот, если сделать двойную вентиляцию, то это будет ровно. А здесь вот, к сожалению, не тот вариант. Ну, как бы, теоретически это можно делать, но когда ты делаешь сразу нормально, лучше такого не делать. Лучше сразу использовать правильную пленку. У того же самого Андутиса на сайте есть паропроницаемые пленки. Да, есть. Причем, не сильно дороже. Ну, они, да, не сильно дороже. И клеят уже у них есть свои. Вот. А так, в принципе, ваша проблема это именно пленка. Если делать два вентиляции, то проблем не будет. Чертежи я вам скину. Так, а, еще по поводу, видите, пропенивания, да? Пропенивание это... Насколько это корректно? Ну, я считаю, это не очень корректно. Лучше это вытащить. Там расстояние большое, лучше туда вставить просто кусок утеплителя и все. И не заморачиваться. Ага. То есть расстояние тут, смотрите, на вскидку сантиметров там, ну, семь-десять. Ну, туда спокойно утеплитель можно запихнуть, проблем нет. Все понятно. Часто бывает, когда вот эти стропилы подходят к стене, тогда, да, у тебя вариантов нет, ты ничего не можешь сделать. Стену не отодвинишь, стропилену не отодвинешь, ты пытайся там как-то бы ничего-то это задуть. Но здесь, в принципе, то, что они сделали вот такое расстояние, это хорошо. Вот. Единственное, нафига они туда пену напели? Ну, чтобы не дуло. Проще было вставить туда кусок утеплителя и все. Это, ну, тоже такой непонятный косячок. Так, в принципе, у вас планировка интересная дома. Друзья, сейчас мы вышли на улицу, вот стоим, кирпичный дом, красивый облицовочный кирпич. Если посмотреть вот на крышу, не знаю, наверное, тут не видно вам, но, короче, здесь используется полностью перфорированный софит. Теоретически это может быть таким спасением, через него воздух заходит. Если пленка в карнизном свете доведена не до конца, вот не до этой металлической фаски, а где-то оборвана, например, в середине этого свесу, то вот этот софит может являться таким притоком воздуха одновременно и в подкроенное пространство, и в пространство между пленкой и утеплителем. Надо будет, короче, какую-то часть вот этого софита снять и посмотреть, как там сделаны узлы. Может быть, ну вот здесь вот как раз получится обойтись малой кровью. И если... А малой кровью обойтись, это имеется в виду не ставить грибки, да, получается? Нет, здесь вообще грибки не надо ставить. Вообще не надо ставить. Здесь нужно сделать приток воздуха. Вот. Соответственно, разобрать софит вот этот, ты посмотри, как там сделано. А что по грибкам в итоге? А по грибкам надо посмотреть с этой стороны. Пойдем туда. Надо будет залезть просто на крышу. Здесь, видите, у вас торцевая часть, она полностью закрыта. вот сейчас. Ага. Вот металлической фаской. Теоретически, если вот эту фаску подрезать, то можно вообще грибки не ставить. Сделать через вот эту металлическую фаску, там подрезанную часть поставить в вентиляционную решетку, так, чтобы у вас воздух как бы проходил. Ну, в принципе, крыша односкатная вообще, проще не придумаешь. Ну, как оказывается, здесь можно немножко пойти неправильным путем. Поставить все такую задачу, возможно, немножко накосячить. Но все равно, как бы малой кровью можно спасти. Ну, слава богу. Это главное. Это главное, что есть пути решения. Как мы любим все. Малой кровью. И пути решения не сильно дорогие. Вот. И главное, чтобы в итоге, конечно, получилась, получилась, получилась энергоэффективная крыша.